Приветствую вас. По общему правилу можно сказать, что дети могут вести себя плохо в школе, потому что либо в чем-то нуждается, либо, соответственно, ну, чего-то не хватает, либо они, значит, испытывают некую какую-то такую тревожность, которая, ну, соответственно, сбрасывается посредством такого вот поведения, которое называется плохим в школе. И потому речь идёт не о том, какие конкретные действия нужно предпринимать, чтобы ребёнок вёл себя нормально, ну, чтобы ребёнок нормально находиться в школе, а стоит обратить внимание на некую атмосферу в семье, вот, и обратить внимание на эту самую атмосферу в семье, вы уже можете сразу подкорректировать что-то в себе, потому что плохое поведение в школе не может возникать просто так при условии гармонии и отсутствия дискомфорта в семье. Вот, что касается действий, то после изменений взаимодействия в семье, ребёнок также сам выберет для себя приемлемые способы, приемлемые действия, которые помогут ему нормально находиться в школе. На самом деле, в вашем вопросе не совсем понятно, вы говорите, посоветуйте конкретные действия, конкретные действия, которые помогут сыну нормально находиться в школе, а если вы говорите о том, чтобы сыну посоветовать, надо с ним разбираться, с ним работать не нам часто, а потому что мы вам скажем какие-то действия, а сын от этого будет не холодно, не кричо, не кричо, на самом деле. Вот, так же было, так.